Всем привет, с вами Дота Юниверс. Пожалуй, стоит поднять тему, которая никогда не освещалась. Называется она довольно-таки просто. История нейтральных крипов. Благодаря сообществу ВКонтакте, я создал опросник, что вам будет интересно посмотреть из следующих видео. И с большим отрывом на первом месте вырвались нейтралы. Если вдруг вы не в курсе, то каждую неделю я буду его обновлять, где вы сами выбираете следующую рубрику. Обязательно вступайте и голосуйте. У нас всё демократично и цивилизованно. Если ничего не изменится, то буду работать над божествами и как герои Доты относятся друг к другу. Но это уже в другой раз. Сегодняшний фокус на истории нейтральных крипов. Давайте, как обычно, начинать с азов. И не для просвещенных поясним, кто такие эти нейтралы. Нейтральные крипы – это тип крипов, не подконтрольных никакому игроку. Они не принадлежат никакой из команд и являются альтернативным источником золота и опыта. Нейтральные крипы появляются в маленьких лагерях, разбросанных по лесу с обеих сторон на карте. Они имеют силу разного уровня, и большинство из них имеют уникальные способности. Есть много типов нейтральных крипов, которые появляются в маленьких группах внутри лагерей. Эти лагеря разделены на маленькие, средние, большие и древние крипы. Рошан, который находится в своем логове, также считается нейтральным крипом. Ему мы уделим время чуть позднее. Это действительно стоило проговорить, потому что, судя по статистике, игроки из других игр также интересуются нашей вселенной. На создание этого видео ушло уйма времени, и причина тому как никогда простая. У нейтральных крипов как такового лора нет. Если вы заглянете на любой кемп и обратитесь к описанию, то вы его там не увидите. Посему пришлось дергать за другие аспекты и упоминания, в том числе героев битвы древних и различных рас. Давайте начнем с древних нейтралов. Пусть первыми будут лагерь ящерец, громозавр и грохозавр. Нужно сразу сказать, что это разновидность животных, и в самом лоре существует целая раса громозавров. А вот грохозавры – это подвид. Ничего сложного. Благодаря своей каменной коже они очень устойчивы, и затяжная битва с ними – это верная смерть. Ведь одна из уникальных способностей этих созданий – это моментальная регенерация, и они очень живучие. Однако в этом случае мы можем раскрыть лагерь ящерец лишь со стороны костогромов. Это, в свою очередь, клан кентавров, которые почти всю свою жизнь охотятся на этих созданий. Кентавры из клана костогромов всегда возвращаются с охоты на громозавров со свежими шрамами, если им, конечно, повезло вернуться. Но зачем они вообще тогда нападают, если опасность столь велика? Дело в том, что это непростое развлечение для кентавров. Каждый год в деревушку Розалист приходят именно костогромы, чтобы пройти обряд посвящения. Самые храбрые кентавры из клана устраивают страшную бойню и истребляют грациозных зверей. Не только лишь ради забавы, но и чтобы выделиться перед своими сородичами. Ведь завалить такого зверя – задачка непростая. Однако, как вы знаете, в нашей вселенной обитает защитник и мастер зверей. Бист-мастер однажды своими глазами увидел это жуткое преступление и раскидал пару-тройку кентавров. Для себя же он сделал очевидный вывод, что громозавры все еще нуждаются в помощи. На этот счет существует целая реплика. Однако у громозавров есть свой вожак – это грозный зверь, обладающий разрушительной силой. В размерах он плюс-минус как рошан. И лишь сильнейшие кентавры осмелятся приблизиться к нему, не говоря уже о том, чтобы сразиться с ним в одиночку. Перед вами его официальный арт, нарисованный художником для общей вселенной. Из всего вышесказанного плавно переходим к самому лагерю кентавров. Кентавр-захватчик и кентавр-следопыт. Эти двое не относятся ни к какому клану и тем более не имеют связи с кастогромами. Это лишь бродяги, которые ищут для себя выгоды. Они ничем не выделяются и посему едва ли заметны. Они вряд ли даже знают о противостоянии кастогромов с громозаврами. Далее переходим к лагерю дикокрылов. Большинство из них довольно-таки безобидные создания. Если их только не разозлить. И они блуждают по всему миру. Их можно встретить почти в каждом поселении. Но эти трое озлобленные и очень увертливые. Они положили множество отрядов и сожрали их заживо. Потому что те полагались лишь на свои топоры. Но с этими дикокрылами не всё так просто. Однако, если их приручить, то дикокрылов можно перенаправить в другое русло. И их полезность будет выше прежнего. Этим и озадачился один из королей Рифтелла. Если вы следите за данным каналом, то знаете, что Рифтелл – это плод трудов трёх сообществ, которые решили вместе построить нечто большее. Каждый король купцов привносит своеобразный взгляд на то, как лучше вести дела. Но все они стараются извлечь выгоду. Помимо Рифтелла, у каждого короля существуют свои владения. И так или иначе, они передвигаются из город в город, дабы поддерживать порядок в поселениях. Тогда к Вёртюсу, третьему королю, пришла отличная идея – сделать из местных дикокрылов посыльных. Чтобы поддерживать постоянную переписку между столицей и личными землями. Ведь владения Рифтелла обширны. И купцы должны советоваться между собой в принятии тех или иных решений. Но Рифтелл не смог остановиться на одних лишь дикокрылов. И посему мы переходим к лагерю медведемонов. В отличие от тех же Савухов, медведемоны довольно редкие создания. И совсем не поддаются приказам. Король-купец увлекался выращиванием своего зверинца, где содержал множество редких зверей. Там же были и наши медведемоны. Но когда настал роковой день, и Фантом Ассасин пришла за головой Квёртиаса, она воспользовалась этим фактом. И выпустила всех зверей в его дворце на свободу. Пока медведемоны пожирали стражников, Мартрет перерезала королю горло. Бронзовый глашатый, который является вторым королем купцов, прямо говорит о том, что зверинец сгубил Квёртиаса. Вы удивитесь, но те двое медведемонов, что стоят в лесу, имеют свои названия. Помидорка и Картошечка. Это их официальные названия. Переносимся в игру по общей вселенной, Дота Андерлордс. Если вы доходите до 20 уровня, то встречаете медведемонов. И вот их описание. Нет-нет, Помидорка крепче, но Картошечка умнее. Но ты берегись. Если завалишь одного из них, другой совершенно озвереет. Лагерь големов. Каждая из них это глиняный голем. Уникальное свойство этих созданий заключается в том, что магия их не пробивает. Лишь сталь. В лоре сказано, что големы обычно обитают на пике Ишай. В обыденных местах их практически не бывает. Они редко спускаются с глиняной горы. Тот же Тинни пытается понять, кто он такой. У маленького Крохи были мысли, что он осколок пятки голема. Лагерь Огров. Огр-чародей и Огр-громила. Все эти создания не блечат умом. А вот жестокость в приоритете. Если Огр хочет какую-то вещь, он просто убивает ее хозяина. Среди Огров существует даже персонаж. По имени Ломет. И его профессия – трупомет. Лагерь Сатиров. В отличие от Огров, они весьма смышленые. Неплохо владеют оружием. Но их стезя все же заключается в использовании магии. Сатиры могут использовать большинство заклинаний. Но проклятие и сжигание маны – в приоритете. Лагерь Троллей. Довольно-таки схожи с сатирами. Среди Троллей множество некромантов и чародеев. Но все же отличительная черта – это Гнев. Этот народ немногочислен, но потенциал его огромен. И если тебя удумало отметелить банда Троллей, ничего тут уже не поделаешь. Лагерь Драконов. Именно эти относятся к виду Древних. Древние Драконы известны способностью дышать огнем, льдом и ядом. Но в нашем случае только огненным пламенем. Они грозные и долго живут. И если вы хотите более детально узнать про расу Драконов, то нажимайте на аннотацию в правом верхнем углу. Там я делал полноценный разбор. И пусть Древние Драконы даруют тебе покой. Лагерь Вол Убийц. Волы – трусливые создания. И говорят на нашем привычном языке. Однако так получилось, что в этом мире им нету места. Дело в том, что куда бы Волы ни приходили, их повсюду выгоняли и считали чужаками. Лишь энты позволили им остаться и оберегали как своих младших братьев. И когда началась знаменитая сага о восстании Волов, деревья вновь встали на их защиту. Но к этим Волам-убийцам эти события не имеют никакого отношения. Всего лишь бродяги, которые ищут где бы поживиться. Лагерь Волков. Здесь нет ничего необычного. Хотя и сказано, что перед нами вожак. Но прямого лора у него нет. Самое что ни на есть – обычный гигантский волк. Лагерь Кобальтов, Призраков и Гарпий не несёт себе никакого лора. Посему о них даже сказать нечего. Лучше перейдём к главному нейтралу – Рошану. Ещё с давних времён, когда только герои Битвы Древних вступили на поля сражения, существовали и торговцы по тайных лавок. Никто не знал, откуда они пришли, но ходила недобрая молва о том, что сами боги наблюдают за ними. Спустя множество лет жители стали воспринимать эти сказания как небылицу. Так и подумал молодой парень, обычный воришка, который захотел наживиться у торговца. В тёмную ночь он прокрался в потайную лавку, пока хозяин спал. Посмотрев на всё содержимое магазина, ему приглянулся артефакт, который до этого он никогда не видел, лишь слухи, которым способен усомниться каждый. А Егис находился прямо перед ним, и он не смог с собой совладать. А также захватив с собой сыр, который лежал на полочке. По всей видимости, это был завтрак торговца. Воришка по имени Рошан встал в полный рост, и буквально на секунду вспомнил о сказаниях и гневе богов. Но никакая быль не сбылась, он лишь усмехнулся над сказками, и уже собирался покидать лавку. Но как только Рошан начал уходить, кто-то схватил его за руку. Он повернулся, и увидел проснувшегося торговца, который не был озлоблен кражей, а лишь ухмылялся. Воришка запаниковал, и схватил ближайший меч, он пронзил тело торговца, и тот ползамертво. Но улыбка так и осталась сиять на лице. Испуганный вор помчался, куда глаза глядят, и смог добежать до пещеры. В тот миг его пронзила ужасная боль, она сковала его тело. Рошан начал покрываться каменной чешуей, а Аегис начал сиять, словно лучи солнца. Яркая вспышка озарила всю пещеру, и тут же погасла. Спустя мгновение, Рошан открыл свои глаза. Он захотел закричать от боли, но вместо этого услышал рык. Его разум затуманился, и он больше не знал, кто он такой. Слух о том, что некий вор, убивший торговца, был проклят богами, быстро разнёсся по всему свету. И кто убьёт его, получит драгоценную награду. Каждый захотел заполучить нечто сокровенное. Первый герой отправился в пещеру и смог одолеть Рошана. Но на этом проклятие воришки не закончилось. Он вновь возродился в той самой пещере, из которой не может выбраться. Аегис стал ему вечным проклятием, и каждый герой, что убивает его, заполучает эгиду бессмертия. От Аегиса нельзя избавиться до тех пор, пока владелец не умрёт. И когда артефакт утрачивает свои силы, он вновь возвращается к Рошану, чтобы следующий герой пришёл и убил его за Аегис. Надеюсь, что я справился с поставленной задачей. Есть ещё множество нераскрытых тем, и вам лишь стоит проголосовать в паблике, чтобы они увидели свет. Если у вас имеются вопросы или вы заметили оставленные мной без внимания детали, делитесь всем в комментариях. Также нажимайте лайк и подписывайтесь на канал. Вбейте в колокольчик, порой оповещения не всегда приходят своевременно. Большое вам спасибо! Для вас трудился Дота-юниверс. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова